Собака – друг человека. А если не друг, то враг. В ответ на агрессию бездомных в коме создан проект «Социальный кинолог». Проект несет в себе такую многогранную историю. То есть здесь, повторюсь, это привлечение внимания просто к проблематике. По помощи населению в выборе животных для себя, если человек хочет приобрести домашнее животное. Будь то собака, может быть даже будем касаться других каких-то животных. Это помощь в воспитании животных, потому что привлекаются кинологи профессиональные, которые будут работать с населением. Волонтер Кирилл Обрезков помогает в приюте для собак-друг. Считает, что перед тем, как покупать или брать домой животное, необходимо оценивать собственные силы и быть готовым воспитывать четвероногого. Во время отпуска в «Сильные морозы» взял на передержку пса по кличке «Дедушка». К этому надо так или иначе быть готовым, потому что собака привыкла жить на улице, а собака не привыкла к вниманию, скажем так. Мы с дедом прекрасно жили три недели, вот сейчас потеплело, я отвез его обратно в приют и периодически приезжаю навещаю его там. По мнению ветеринара Галины Киселевой, зачастую люди, заводя домашнее животное, не рассчитывают на денежные траты. Надо найти информацию, сходить к ветеринарному врачу, принести животное, спросить, какое необходимо питание, какой необходимый ход, как часто надо делать прививки. Поэтому люди приходят и много чего они не знают. И узнают, что прививки надо делать каждый год, например. Они раз в жизни щенку сделали, все прививки действуют всю жизнь. Помимо консультаций хозяев животных, вместе с будущими ветеринарами, преподаватель техникума выезжает в детские сады и школы, проводит в клиниках мастер-классы. Дети очень рвутся к животным, им хочется с ними общаться, но порой они не знают, как вести себя с собакой, как вести себя с кошкой. Для того, чтобы было доброе отношение к животным, следственное и доброе отношение к людям, детям надо прививать именно доброжелательное отношение. В ближайшее время у проекта «Социальный кинолог» появятся страницы в социальных сетях, где планируют размещать видеоуроки и советы кинологов, ветеринаров, заводчиков. Все это сделано для того, чтобы люди вспомнили, что они в ответе за тех, кого приручили.